Случайно попавший сюда человек, хотя случайных людей здесь не было, наверное и не сразу понял бы, что происходит. Масса веселящихся мальчишек и девчонок. Одни весело отжигают на танцполе у сцены, другие увлечены самыми всевозможными занятиями. Кто в шахматы играет, кто наводит макияж, кто учится рисовать на песке. И только внимательный наблюдатель заметит, что многие из этих молодых людей сидят в инвалидных колясках, а если и ходят, то с определенными трудностями. Что же здесь происходит? Сегодня состоялось интерактивное мероприятие «Ты можешь больше», когда собрались люди как с инвалидностью, так и без инвалидности, но возраста от нуля до бесконечности. То есть мы создали то условие, где люди не испытывают никаких границ, когда можем заниматься вместе спортом, смотреть фильмы, рисовать. Основная цель мероприятия – дать людям с ограниченными возможностями дополнительную мотивацию для преодоления жизненных трудностей, а их в жизни инвалидов хватает. Недаром девизом нынешнего праздника стали слова «Ты можешь больше». Живое воплощение этого девиза – Вероника Калинина и Сергей Семайкин. Они – бронзовые призеры чемпионата мира по пара-карате. Нынешнее мероприятие для них – не просто повод для показательных выступлений. Я, например, на этом празднике уже двум-трем мамам с детьми, которые имеют инвалидность, я дал визитки. У нас есть очень большая группа, где дети выступают по пара-карате с 7 лет. И есть многие ребята, которые не могли ходить ногами, но за счет тренировок пара-карате стали ходить сами. Незаметно в зале появляется глава Ленинского района. Он успевает как раз к концерту, который подготовили сами инвалиды. Ему и предоставили вступительное слово перед праздничной программой. Я вижу, какое количество здесь мальчишек, девчонок, взрослых людей пришли, кто-то с мамами, с папами, которые, преодолевая себя, ежедневно показывают своим примером истинный героизм и пример того, что они могут многое. Настоящими звездами концерта стали воспитанники Филимонтовского детского дома-интерната «Солнышко». Начались выступления именно с их бравого танца, которым незаметно для зрителей руководил педагог Максим Рябцев. Да и потом выход этого коллектива ведущие объявляли несколько раз. Даже на общение с прессой времени не было совершенно. У нас есть несколько народных танцев. Еще дети занимаются педагогом спением, то есть, в принципе, репертуар, наверное, большой. А как вы оцениваете, как часто стоит проводить такие мероприятия, в чем их основные? Я думаю, чем больше, извините, нам сейчас нужно заряжаться. Чем чаще, тем лучше, я считаю. Те, кто принимал участие в организации мероприятия, отмечали, что праздник удался на славу. Впрочем, это было понятно всем, кто сегодня пришел во дворец спорта «Видное». Уже существуют планы проводить подобные встречи на постоянной основе и использовать при организации самые необычные форматы. Но делиться будущими задумками организаторы не спешат. Это первое мероприятие совместное с администрацией Ленинского района, которое, мне кажется, прошло успешно, очень душевно и очень искренне все прошло. Поэтому, мне кажется, это первый шаг, а там дальше посмотрим. Будем надеяться, что эта прекрасная традиция будет развиваться. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова